Это надо минимум на час теперь раньше выходить, то есть если к восьми на парам, это не с другого конца города, допустим, выходить уже в шесть надо минимум. Время притирки и новых маршрутов. Напомним, в Барнауле пересадочный тариф действует на трамвайных маршрутах единица, тройка, четверка, семерка и на троллейбусах единица, шестерка, семерка. Сегодня в небольшое путешествие с пересадками мы отправляемся с представителем мэрии. Здесь вы можете увидеть цена поездки, осталось вот 100 минут. Билет дальше этот не обязательно сохранять на следующую пересадку, то есть кондуктору его показывать не надо, так как в системе все отображается. Самое главное при себе иметь транспортную карту. 100 минут пошли, это целых полтора часа. Отсчет начинается с того момента, как вы прикоснулись к карте к валидатору. В мэрии заявляют, что в эти 100 минут реально уложится, даже если вы едете с Балтийской. Мы воспользуемся пешеходным переходом, который здесь недавно обустроили. На это у нас ушло порядка 10 минут. Садимся в троллейбус. Напомним, на второй поездке деньги уже не списываются. Вот видите, цена 0 рублей, остаток по карте 116. Здесь написано вот пересадочный билет. Большинство пассажиров, как говорят кондукторы, уже разобрались, как платить, как теперь ехать и где пересаживаться. Время, оно как бы дает знать, что идет все больше информации и что люди больше уже знают большинство. Возможность пересадки – это полноценный тариф, который вносится на транспортную карту. То есть, если ранее по транспортной карте вы платили 24 рубля за поездку вместо 28, теперь экономить не получится, тарифы не объединяются. Если вам необходим тариф с пересадкой, каждый проезд будет стоить 28 рублей. Причем любая поездка, даже если вы не пересаживались в районе нового рынка, а, например, отправились вообще в другую часть города. Звонки, которые поступают, они думают, что вот транспортная карта, которая у них есть, и тот существующий тарифный план, который у них был, они на нем могут воспользоваться бесплатной пересадкой на тех маршрутах, которые мы озвучили ранее. Вот проблематично то, что они не понимают, что когда у них 24 рубля, им не дают права на вторую поездку. Вот этот момент. Ну вот сейчас вы правильно сказали. Если билетики 24 рубля, у него нету, значит, тарифа вот этот пересадочного. Важный момент. Рассчитаться наличными при пересадке можно, но тогда придется платить два раза по 28 рублей. Так что лучше все же приобрести транспортную карту. Транспортную карту, ее почему вообще выгодно приобрести? У нее нет срока действия. Вы ее приобретаете, раз она стоит там 100 рублей, закидываете туда деньги, тарифный план, и она может, ну, год лежать, там месяц. Деньги не сгорают. В конце концов, как уже до этого сообщали чиновники, сейчас передвигаться на общественном транспорте будет гораздо быстрее, чем на личном авто. Несмотря на какие-то неудобства, которые просто надо пережить. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.